Андрей Андреевич Пентковский, как сказал мой друг Михаил Маркович, лучший российский или русский аналитик. Андрей Андреевич, приветствую вас. Добрый день, Роман. Как вы заметили перед началом программы, очень удачно мы с вами связались и сконнектились, потому что, кажется, в России решили ставки поднять еще сильнее, и из того, что меня впечатлило, насколько я понимаю, Россия объявила войну США, поскольку гарантий письменных безопасностей, о чем они мечтали, уже мало. Они говорят о том, что НАТО это зло, и самое главное, выступает Сергей Шойгу, министр обороны России, и говорит о том, что американское химическое оружие уже на Донбассе, но и из забавного, что, кажется, нам поставят вертолеты. Анонс сделал соответствующий, американские вертолеты, а соответствующий анонс сделал, соответственно, Шойгу. Андрей Андреевич, я точно знаю, вы как специалист смотрели выступления этих двух уважаемых в России лиц, Путина и Шойгу. Они беспрерывно продолжаются весь день сегодня. Да. Разными кусками их показывают, да. И понятно, что они адресовали свои прекрасные слова, в первую очередь, Вашингтон, в Белый дом. Что делать? Что будет? Кто моргнет первый? Ну, я не могу, под впечатлением сегодняшнего дня, не вспомнить замечательную карикатуру Милинова в прошлом, прошлогоднюю еще, и даже нарушить некие этические законы эфира, излагая содержание этой карикатуры. Но удержаться не могу. Значит, там было, между двумя башнями Кремля, был натянут транспарант. И на нем написано, да, мы охуели, ну и что? Вот это символ сегодняшнего дня. Ну, я бы немного поправил, я бы нарисовал транспарант, держат Путин и Шойгу. Вот именно такое послание в различных вариациях они направляют городу и миру. Ну, Вашингтону, да, но и Киеву тоже. Шойгу сделал два совершенно гениальных замечания. Ну, первое о том, что готовится химическое нападение на Россию американцами, но с территории Украины. А вот, мне кажется... На Донбасс, простите, на Донбасс. Или на РА. В принципе, они это уже считают своей территорией. Это давно. Извините, невнимательно следите за классиками. Да, на Донбасс было сказано, а эти нападения, возможно, и на отдельные регионы Украины, на отдельные регионы России. Ну, Украина, российская граница, она же большая. Украина может нападать по разным направлениям. Вот. Но более зловещим, мне показалось следующее, его другой пассаж. Те же самые гадкие американцы, которые привезли неопознанное химическое вещество, возможно, новичок. Вот. Они в живых кварталах устраивают огневые точки. Вот зачем это казалось бы нужным. Но эта закладочка, возможно, на сценарии ближайших дней. То есть, когда начнутся ракетные нападения на Украину, вот, конечно, будут гибнуть мирные жители, но жалко будет русским людям. Ну, что поделаешь, а это виноваты все равно будут американцы, которые устанавливают огневые точки именно в живых кварталах. Ну, много еще другого было чудесно сказанного. Понимаете, что вот давайте тогда обсудим уже все несколько дней последних. Давай. Вот документ был передан 15-го, опубликован, по-моему, 17-го, опубликован в российских СМИ. Ну, вот это решающий день, важный очень. Ведь гитлеровский режим, он тоже развивался в течение некоторого времени, скажем. Германия 35-го года, она была не такой, как в 38-м. Ну, нельзя еще было сжигать евреев миллионами в ансвенцах. Вот такая же логика гитлеровского путинского режима и происходит на наших глазах. И с 17-го числа нам, вам, нам, человечеству противостоит уже новая итерация путинской России, гораздо более безумная, готовая к преступным, более преступным действиям. И с этим, об этом она нам радостно сообщает. Вот это очень важно. Такой, я не знаю, вы тоже, наверное, вместе со мной подсели на российскую пропаганду. Надо же нам следить за ними. Вот уже целую неделю такая радостная эйфория царит. Андрей Андреевич, эйфория действительно в телевизоре российском, она просто брызжет. Они чувствуют свой этот победный марш по пылающей Украине. Но они, как всегда, российские, извините, говноеды, они ключевые моменты пропускают. Вот сегодня появилась такая новость о том, что разработан план и порядок массовых захоронений, я так понимаю, российских солдат. А об этом они почему-то не говорят. И вот сенаторы, бывшие десантники, а-ля Шаманова, они тут рассказывают, как они разобьют не только Украину, но еще и речь посполитую, ну, наверное, имеется в виду Польшу. Но аппетиты очень-очень большие. Андрей Андреевич, вот вопрос такой. Понятно, что с этими ребятами договориться словами не удастся. И что вы слышали, и что вы думаете по поводу анонса Шойгу, что американское правительство предоставит ударные вертолеты Украине? Я так понимаю, речь идет о вот этом афганском пакете, который Афганистану уже можно и не передавать. Ну, пока американское правительство не торопится этого делать. Более того, вот вся эта эйфория, вся эта вот вспышка, новый этап совершенно агрессивности. Россия, он так же, как и в случае гитлеровской Германии, вызван слабостью, невероятными ошибками и уступками западной страны. Вот эта эйфория, идущая с самого верха, она была рождена на видеоконференции Байдена с Путиным. Совершенно очевидный вывод, который вынесла Москва. Байден слабак, теперь игра будет по нашим правам и так далее. Ну, а что мы видим? Когда Байден вернулся в Вашингтон, он сделал два заявления чрезвычайно радостных для Москвы. Ну, первое о том, что вот, да, мы будем рекомендовать Украине следовать Минским соглашениям. Даже впервые что-то там про особый статус... Про автономию они заговорили. Вот это ведь они вырывали из Америки в течение полгода. Помните, как в Женеве он, Путин сначала анонсировал на своей пресс-конференции, что мне кажется, что господин Байден согласен со мной, что Бинские соглашения не альтернативные и так далее. И Байден, как попугай, через два часа что-то подобное промямлил и на своей пресс-конференции. Но этого мало, ведь, да, сегодня Путин, я не знаю, за всеми ли вы высказываниями Путина и Шойгу с сегодняшними следить, он проболтался, что чуть ли не сам Байден его попросил организовать вот эти переговоры о обсуждении русских озабоченностей. Байден мне предложил создать рабочие группы, назвать руководителя и так далее, ну я и сделал. И вот в 18-го на лужайке Белым домом Байден сказал вообще безумную вещь, что я думаю, что к пятнице, пятница это было 10-е, я договорюсь о проведении саммита ведущих государств НАТО и России для обсуждения российских озабоченностей. То есть Москве удалось на уровне Байдена перевести полностью повестку дня в свою пользу. Не преступления России, совершенные Грузией, Украиной, на постсоветском пространстве обсуждать, а вот те якобы их озабоченности угрозами со стороны Запада. Какие могут угрозы, боже мой, они же понимают. Ну вспомните, когда во время аннексии Крыма, это страшная НАТО, все его руководители, начиная с Обамы, звонили там Турчинову и другим украинским лидерам. Ни в коем случае не стреляйте, ни в коем случае не стреляйте, не стреляйте, соглашайтесь на все. И тут возникает сразу вопрос. Да, я закончу просто. И вот эти два глупейших заявления Байдена, как бы развитые потом на брифинге Салливан, обеспечивающим вот эту связь Байдена с Москвой, уступки периодические, они чрезвычайно взбодрили российскую верхушку. Вот этот весь вспыск безумия, он целиком на ответственности этих двух людей. Андрей Андреевич, я не то, что хочу быть адвокатом... Нет, обязательно надо быть адвокатом. ...белого дома, но... Ну хорошо, Кремль думает, что Байден слабак. А не кажется ли вам, что, может, на вопрос поставить немножечко по-другому, что они пытаются втянуть Россию в переговоры, ну, исходя из того, что пока разговаривают, до этого момента не стреляют? Ведь тот же Салливан, он же говорил о том, что мы готовы обсуждать, и с учетом позиции Европы, соответственно, площадка ОБСЕ, соответственно, двухсторонние контакты. То есть, может быть, они вот к такому приему пытаются прийти? Или это все-таки утопия, что Мишку можно заболтать? Я не первый раз слышу такую аргументацию, и не только в Америке, но и от украинских аналитиков, в том числе и с моими друзьями, очень уважаемых людей, ну, такая, это иногда излагается в такой форме, но это обычная тактика полицейского, разговаривающего с очень опасным сумасшедшим, у которого бритва в руке. Нужно с ним говорить успокоительно, уважительно, как-то затрагивать какие-то близкие ему темы и затягивать время. Ну да, такая тактика, слушаю, но опыт-то ее полностью опровергает. Каждая такая попытка, она поднимает уровень агрессии России. Так и было после Женевы, и мы видим, что случилось после такой попытки на видеоконференции. Возможно, она и была. Но это уже не имеет никакого значения, что там в душе Байдена и Селивана. Гораздо важнейший этот курс абсолютно отвергается всем американским политическим эстельвишам, включая большинство демократической партии, включая такие ключевые фигуры в администрации самого Байдена, как государственный аккредитарь Блинкен и министр обороны Остин. Вы же помните, что возвращая первая вот такая, первая Мюнхен, которая произошла в Женеве, на него реакция была, я не буду цитировать там республиканских критиков Байдена, о них и говорить нечего. А вот CNN, ближайшая к Байдену компания, она вышла с заголовком «Путин получил от Байдена все, что хотел». То же самое произошло и сейчас в Вашингтон-Пост. Но это Вашингтон-Пост для демократической партии США, это как правда для коммунистов в советские годы. Так она, там две статьи совершенно разгромных, что Байден повел себя, Байден стал Чимберленом для Украины, и замечательная статья Вашего министра иностранных дел Кулебы, о том, что произошла сдача интересов Украины. То есть эту линию, это вот эта самая грубая ошибка Москвы, что они восприняли податливость Байдена и Сэльвана, вот, как слабость Америки. Наоборот, это только ожесточит реакцию Соединенных Штатов на все эти последние их эскапады. Андрей Андреевич, ну, я в способности современного Кремля, Владимира Путина лично, не сомневаюсь, что они за счет своего вот этого напора, они любую страну настроят против себя. Я вот недавно так вот размышлял, что совсем недавно, в 2014 году, Украина была самая мирная страна, и, кстати, абсолютно позитивно относящаяся к Российской Федерации. Ну, вот, минус Крым, минус Донбасс, минус 15 тысяч жизней, миллионы беженцев, и все немножечко изменилось. И вот они свои таланты, ну, я так думаю, и хочется быть с вами солидарным, используют и против Америки. И убедят американских партнеров, что если вы не поддерживаете Украину, то завтра те шахты, которые когда-то были на территории Украины, снова наполнятся ракетами межконтинентальными, и они будут направлены в форточку президента Белого дома. И, кстати, Шойгу на сегодняшней коллегии, он же отдельно перечислил, сколько у них стратегических межконтинентальных ракет. Это же привет американским друзьям. Это именно им. Потому что с этим оружием никуда целиться, кроме Штатов, по-моему, пока нет. Некуда. Вопрос у меня такой. Вот вы сказали такую вещь, и она уже в обиходе такая, вроде как, и не новая, о том, что они будут использовать ракеты для того, чтобы наносить удары по Украине. Ну, нам, украинцам, от этого, честно, жутковато. И, опять же, читая телеграфное агентство Советского Союза ТАСС, даже там сообщается о том, что была миссия из Пентагона в Украине на предмет оценки противоракетного и противовоздушного щита Украины. Я так понимаю, это в контексте патриотов, зенитно-ракетных комплексов. Вот, как вы думаете, вот в этом сегменте могут быть какие-то изменения? Ну, я думаю, как раз благодаря российской активной деятельности, потому что вот та же группировка Соливана, она хотела затянуть помощь, оказание военной помощи Украине. Он же очень хитро формулировал. Вообще, у меня масса вопросов о мотивах его деятельности. В ленинскую формулу полезного буржуазного идиота как-то не укладывается всё. Вы не зли? Вы не зли? Слишком полезный и слишком идиот. Да, ну вот он же говорил, вот подчеркиваю просто, если будет крупная, и причём всегда по реформу масштабная агрессия в группе Украины, тогда мы, значит, во-первых, введём адские санкции, и тогда мы вот окажем очень большую помощь вооружениям. То есть контекст был такой, что сейчас мы пока не будем оказывать. И действительно, на следующий день после его заявлений была приостановлена помощь, из оборонного бюджета убрали пункт о помощи в 100 миллионов долларов. Но я думаю, что как раз вот и эта линия, она будет определена в ближайшие дни. Потому что вы совершенно правы, что врагов по всему миру путинский режим себе просто прождает ежесекундно. Ну хотя бы вот в этих их последних документах. Обратите внимание, там введена была такая... Алло, вы на связи? Да, 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 я вас слушаю. Да, 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 я не вижу картинку, да. Формула новая, юридическая, она несколько раз повторяется, я её сейчас точно восприведу. Страны, бывшие, страны, ранее входившие в союз советских социалистических... Социалистический союз. Вот это тоже показатель для состояния их безумия. Вот этот союз советских социалистических республик. Можно же в СССР просто написать. Это же... Он... Этот документ объявляет вот эти страны, их 14, если не считать Россию. Он объявляет их как бы некими опущенными на зоне, на кремлёвской зоне, на зоне исключительного... Они не стесняются, они обожают эту свою зону. Зоне исключительных интересов России и не способными ни на какие самостоятельные действия. Я думаю, как этот пассаж встречен во всех этих 14 столицах, включая Алмату, Бишкек и прочие государства... Баку, например. Баку их уже... Баку это... Кстати, что они там про НАТО-то говорят? Баку давно вступила в НАТО. В замечательном городе Шуша, освобождённом азербайджанско-турецкой армией, Эрдоган и Алиев подписали торжественное соглашение о создании общей армии. И Османская империя вышла так и незаметно на рубежи, на которых её не было 150 лет последних. Это предгоре Кавказа, где она будет оказывать громадное влияние на процессы в Северном Кавказе, и побережье Каспия, где она, так сказать, бросает такой аркан на чурские народности, страны Центральной Азии и далее до Якутии. И это... Москва это просто не заметила как-то и не комментирует. Но неприятно это комментировать. Никакие... Не могут признать, что Акела промахнулся и что это реальный правтык, извините, российской внешней политики, и Эрдоган отделался не только помидорами. Да где эти были знаменитые гиперзвуковые ракеты? Он просто уклонился от столкновения с турецкой армией, потому что ясно, на этом театре действий турки обладают серьёзным преимуществом. Да, а в Баку как раз очень долго смеяться будут на этим пассажем. Дальше. Подношение к Европе. Они повторяют... Они даже нарушают классические ленинские принципы играть на межимпериалистических противоречиях. Они же каждый день кричат. Вот сейчас этот безумный шаман кричал. Мы с этими европейскими шапками не будем даже разговаривать. Только с Америкой мы будем. Только с настоящими хозяевами мы будем разговаривать. Потом я сказал... Я напомню, это бывший командующий ВДВ Российской Федерации. Это бывший нынешний палат Чечни, который ждёт трибуналы. И я думаю, что он всё-таки доживёт до ответственности юридической зафиксированной за совершённые чудовищные преступления. Это самый кровавый палач из русских генералов в Чечне было. Это известно каждому чеченцу. Вот. И, кстати, я сказал о том, что этот документ он опустил в особую категорию опущенных на зоне вот эти 14 государств бывшего Советского Союза. Но он же пошёл дальше. Они все прочли, между прочим, проект договора США. И он так впечатлил, что уже проект договора с НАТО не читали. А там ведь требование вернуть инфраструктуру НАТО на уровень 1997 года. Это значит заставить вывести всю инфраструктуру и вооруженные силы с территории Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Болгарии, Сирокии и так далее по списку. И вывести... И кроме этого, там же есть ещё отдельно, что никаких военных кораблей в Чёрном море и в Средиземном море. И вывести ядерное оружие США из Европы. Ну, если это всё суммировать, это называется «пошли вон из Европы, проклятые американцы». Я правильно понимаю? Ну, примерно так. Вот очень любопытно всё-таки, что официально ответит американская администрация из Вашингтона. Но ещё раз повторю, как ни про Доксана, это даже не важно. Потому что если там будут хоть какие-то оттенки, сохраняющие иллюзии... Вот сейчас только я скажу, но это из московских источников, они вполне могут желаемо действительно, что американцы предложат якобы в январе вести какие-то переговоры. Но когда им несколько раз повторили, что переговоры могут вести историю... Ну, Украина гораздо более достойно ведёт себя, чем Соединённые Штаты Америки. Она отказывается, по крайней мере, уже больше года, она отказывается от требований вести переговоры о легализации военно-террористического плацдарма ОРДО в украинском политическом правовом поле. И это, собственно, вызвало кризис. И Россия пытается... Вот первый этап их отношения с Байденом заставить Байден оказать давление в этом направлении на Украину. Так что бы он там ни написали, это будет переиграно на следующий день в американском конгрессе, в американском политике. Ну, я думаю, Байден всё-таки, он такой старый политико-энемел. Он должен понимать, что он уже столько раз унизился перед Путиным, что любое новое вооружение, кончится тем, что его просто разорвут в клочья своя же демократическая партия. Я единственное не могу понять, откуда вот эти вот, ну, скажем, шаги, игра в поддавки. Ведь Байден в администрации Обама был ответственный за Украину. И вот то, что вы сказали, цитируя Салливана, когда он говорил о том, что, ну вот если они вторгнутся, тогда мы им и предоставим и серьёзное оружие, и введём адские санкции. Просто хотелось бы, знаете, зацитировать человека, которого вы точно хорошо знаете, но не уверен, что уважаете. Это Владимир Рудольфович Соловьёв, который сказал, что, эй, глупые американцы, вы что, не знаете, что даже если вы поставите патриоты, хотя он марку зенитно-ракетного комплекса не назвал, ну, понятно, о чём идёт речь, то нужно как минимум год для того, чтобы это вписать в структуру и систему вооружённых сил Украины и научить этим пользоваться. Это же не лук, это же не рогатка, что ты взял и начал этим пользоваться. Так вот, всё равно вопрос такой, откуда это? Они же понимают, что, ну, если их с позором выгонят из Украины, результатом чего будет новый геноцид и голодомор в Украине, как они уже сделали в Донецке и Луганске, то есть, кроме наших проблем, это же полностью меняет расклад силы и в Европе, и это будет значить, что Америка идёт к закату. Все увидят, что союзники США, они ничем не защищены? Это более серьёзно, это не закат, это просто уже уход, уход Америки из мировой истории, потому что на то, что произойдёт Украина, смотрят сейчас не только в Европе, смотрят несколько миллиардов населения Техокеанского региона, страны, которого, в общем, подвергаются нарастающей угрозе китайской экспансии. И первый шаг этой экспансии будет захват Тайваня. Тайвань будет захвачен через несколько дней после падения Украины, это совершенно очевидно, потому что вот то зрелище, которое никогда не произойдёт, но которое вы... Потому что это прекрасно понимают сейчас большинство американского исследования, что сейчас позволит уничтожить Украину, это значит уйти Соединённым Штатам из мировой истории, капитулировать. Почему так происходит? Ну, а вы помните, как Обама сказал, уже уходя где-то в последнем месте своего президентства, было знаменитого интервью Гольбергу в журнале «Атлантик». Он сказал, ну что же, понимаете, русским хочется изнасиловать Украину гораздо больше, чем нам её защитить. И так будет всегда, и из этого надо исходить. Вот такие настроения, они довольно распространены в Соединённых Штатах. Вот год назад, или полтора года, да, появилось письмо примерно ста политологов, профессоров, там разных университетов, основные тезисы, которые, как вы, были так, следующие. В 21 веке основная проблема безопасности изучает противостояние Китаю. Нам нужно целиком сосредоточиться на этой задаче. Для этого хорошо было, кстати, перетянуть Россию на свою сторону. Для этого надо наладить нормальные отношения с Москвой, пойти навстречу в каких-то чувствительных для Москвы вопросов и так далее. Вот писал 100 человек. Ну, для объективности скажу, что через неделю было письмо противоположного содержания, правда, там человек 50 было. Эти авторы объясняли простую вещь, что если Украина будет сдана, то все планы Соединенных Штатов, которые, кстати, они успешно сейчас начинают притворять жизнь, создание коалиции по защите от Китая, вот так называемая четверка, это Индия, Индия, Китай, Австралия, Соединенные Штаты, Ахус, Англия, Австралия, Соединенные Штаты, они все рухнут, рухнут немедленно. Останется только одна Япония, которая немедленно обзаведется ядерным оружием и будет им, и считая, что только это может быть ее защитой. особенно эта линия просматривается после, конечно, катастрофы в Кабуле. С точки зрения военно-стратегической это вообще ничего не произошло. Ну, увели там тысячи войск из районов, которые совершенно безнадежно сражаются разные группки террористов между собой. Но с точки зрения такой персепшн, представления во всем мире, это была громадная катастрофа. По телевизору весь мир смотрел позорное бегство Соединенных Штатов. И это чрезвычайно вдохновило диктаторов мира, прежде всего товарища Син Цзепина и товарища Пу. Вот, кстати, сегодня день очень больших событий. Мы уж так немножко как-то разбросанно о них говорим, потому что слишком их много. Но раз уж я упомянул Китай, я считаю, очень важное сенсационное событие. Сегодня было опубликовано заявление министра иностранных дел Китая, в котором прямым текстом мы одобряем, согласны, но не трудно сказать, что там было на китайском языке, это никто не знает, но в русском переводе это звучало, что мы поддерживаем те предложения, вот так скажем, предложения России по обеспечению безопасности и стабильности в Европе. Китайцы никогда не позволяли себе таких явных жестов, вы же знаете, они до сих пор не признают аннексию Крыма и так далее, и не признают, кстати. Но вот впервые они как бы поддержали, как бы подтолкнули Россию, это, кстати, прибавило массы смелости. Вот Китай за нами, нас с китайцами, там полтора миллиарда еще. Был такой во времена моего детства, вы даже фамилию такую не помните, албанский диктатор Ходжи. Он прославился... Мы в институте учили. Он прославился своей формулой, которой с удовольствием сети в Москве. Нас с Советским Союзом 201 миллион человек. Вот сейчас этот Ходжизм стал такой частью новой кремлевской религии. Нас с Великим Китаем там полтора миллиарда человек. Вот. Китайцы очень заинтересованы в максимально остром столкновении вокруг Украины, России и Соединенных Штатов. Я объясню вам почему. Ну, предположим, вот США предадут полностью Украину и как-то российская агрессия закончится успехом. Но они получают на следующий день Тайвань совершенно безболезненно. Просто сами тайваньцы вынуждены будут принести им ключи от Тайваня. А если нет, если путинский режим, а скорее всего так и будет, потерпит серьезное поражение, то он падет, возникнет новый цикл нестабильности. в России Китай оформит все свои давние территориальные претензии там от Водивостока до озера Байкала или дальше. То есть в случае вот той войны, которую вы как справедливо заметили в начале нашей программы сегодня объявила Россия Соединенным Штатом, в любом случае китайцы получают громадный приз или Тайвань или Сибирь на выбор. Да, в этом отношении хотелось бы апеллировать к вот этим подписантам письма, где говорилось о чем вы рассказывали, что нужно договариваться с Россией, чтобы включить ее в антикитайскую коалицию. И когда ты находишься в Москве, ты понимаешь, что это просто полное безумие, потому что вся российская пропаганда она как раз и построена на противостоянии с НАТО, с Америкой, с Европой, что вот они придут, заберут нефть, будут насиловать бабушек, заставлять всех говорить на украинском языке, ну и там вот этот вот поток безумия, он очень и очень большой. И тот, кто в Штатах рассчитывал, что вот можно какую-то позицию здесь выработать и какой-то типа союзничества или невмешательства, ну, мне кажется, это очень и очень странно. Андрей Андреевич, я знаете, что хочу вас спросить? Вот сегодняшний день вот эта коллегия Министерства обороны России, она, конечно, не дает мне покоя. Там вот Владимир Владимирович, он так жаловался, что вот нас обманули в 90-х годах, и пять волн расширения НАТО, как будто, как вы сказали, что вот эти страны вообще, не знаю, это как банки в сумке. И вот во время этих вот своих жалоб, он же там читал по бумажке, и вот когда речь зашла о НАТО, соответственно, он уже говорил от себя, от чистого сердца. И там вот это была такая формулировка, что они все равно врут, даже вот этих письменных гарантий мы все равно не верим. То есть, мало того, что они наложили на стол 17 декабря, опубликовав эти документы о разделе Европы, так они после того, как наложили на этот стол, они взяли его и перевернули на собеседников. То есть, даже если вы согласитесь, нам все равно мало. Вот что вы думаете по этому поводу? Они понимают, что Америка будет вынуждена реагировать или просто кураж такой уже? Ну, вот я вернусь к тому, что я вам сказал. Катастрофическим результатом двух встреч Путина с Байденом. Вот такой же результат был в 60-х годах. В 61-м году была первая встреча Кеннеди с Крущевым в Берлине. И Крущев, его окружение пришли к полному, к единодушному выводу, что это слабак, он ничего не понимает, мальчишка какой-то, мы его легко сломаем. И вот на следующем год был кубинский кризис. То есть, вот эта калибровка противника очень важный фактор. И вы правильно подчеркнули, что очень многое вот часто задает, а Путин вот, он сознательно врет, или он так искренне думает? Вот очень, ну, конечно, он очень много сознательно врет, но в какие-то вещи он очень искренне и искренне убежден. Ну, например, вот это тоже важный фактор, объясняющий многое. Я вот в прежней своей жизни был специалистом по ядерной стратегии, у меня несколько монографий на эту тему, я вот со всей скромностью могу сказать, что в этих вопросах немного разбираюсь. Вот какие-то люди внушили ему, что он получил громадное преимущество, а он повторяет это беспрерывно. Вот в ядерной стратегии у нас преимущество, вот нам надо использовать, но возможно, у нас есть гиперзвук, у них нет никого, это чушь собачья, но он в это искренне, и это очень опасно. Вот такое, вот, я уже, когда, давайте вот соберем, несколько факторов, объясняющих, это, ну, действительно, безумное поведение в последние дни. Это первое, глубокое убеждение в слабости и беспомощности Байдена, вот, оно справедливое, но оно вырывает, это личность Байдена, она, как бы, в этом восприятии вырвана из общего американского контекста. Второе, они верят, во всяком случае, ну, все, кроме профессиональных военных, я имею в виду не Шойгу, а Герасимов должен знать, что нет у нас никакого преимущества. Вот, кстати, я вернусь, что они непосредственно будут делать сейчас в Украине. Значит, слабость Байдена, мнимая превосходство, мнимая слабость Байдена, мнимая наша превосходство социалистического вооружения и мнимая поддержка Китая, которая просто ожидает, чей труп какого врага первым проплывет, согласно древней китайской мудрости у него под забором. Вот, я тогда опять же вот в той нашей очень рваной манере сказал про военных, вернусь к военным. Вот, военные, они понимали очень четко, что сценарий такого масштабного вторжения классической войны с последующей оккупацией Украины, это безумный и проигрышный для России сценарий, и максимально старались его избежать очень интересными средствами. Вот есть такой, он мне очень нравится, может, вы даже участвовали с ним в нескольких ток-шоу, генерал, генерал-лейтенант Бружинский Евгений Петрович. Я в прежней своей жизни его знал, участвовал с ним вместе в различных международных конференциях, семинарах, он очень грамотный, интеллигентный человек, вот, он старался предотвратить такими средствами наземную операцию, когда он появлялся в ток-шоу, он всегда, ну, нужно было же все равно, ястребам нужно было необходимое по отношению к Америке, он говорит, давайте душить Украину экономически, он говорит, ни в коем случае, зачем это военное вторжение, оно никому не нужно и так далее, у нас и сил для этого нет, он грамотно даже подсчитывал, что 20 тысяч это недостаточно, там нужно что-то там до полмиллиона солдат, чтобы в каждом украинском хуторе коменданта поставить и местного, и местное НКВД открыть, вот, его миролюбие, вот, он вынужден был свое миролюбие и свой профессионализм военный выражать вот в такой форме, давайте душить экономически, ну, мне кажется, по всем, вот, тем контактам, которые я имею в среде, что достигнет такой консенсус, что да, массированное вторжение, оно, это неприятный, очень болезненный и опасный сценарий для России, а тут еще и Салливан подыграл, он же фактически подмигивает, что санкции мы будем вводить в случае массированного вторжения вглубь Украины, а что такое, а если завтра там будут бои на линии соприкосновения, а если завтра танки двигают в Мариуполь, например, Салливан может оставить себе такую возможность, а это еще немассированное вторжение в Украину, вот, я думаю, что русские пришли вот такому консенсусу, что да, ну, классические провокации гляйвицы, гляйвицы на границе и будем испытывать дальше волю американцев и украинцев в сопротивлению вот в рамках установленных товарищем Салливаном. И обратите внимание, вот весь сегодняшний день это же еще и усиление гляйвицы. Они поняли, что одними распятыми мальчиками на Донбассе будет как-то слабовато для российской аудитории, объяснять войну. И вот вообще же фокус сегодня сдвинут с распятых мальчиков и геноцида русского населения на угрожающие России ракетные комплексы НАТО, а теперь еще и химическое оружие. То есть повестка дня гляйвицы очень усилилась и вот исходя из того, что и ответ будет отрицательный стороны американцев и что-то нужно будет продемонстрировать. Я думаю, наиболее вероятный сценарий будет вот такие то, что они будут называть точечными ударами. Ну, они скажут, что это по местам складирования американских оружия, химического оружия, еще чего-то и так далее. Вот этот сценарий, ну, после того, вы же не случайно сказали, что не объявили войну с Соединенным Штатом. Вот они для начала войну с Соединенным Штатом будут вести на территорию Украины, захватив ее, используя ее как террористы в качестве завожника. Вы знаете, Андрей Андреевич, вот у нас такой с вами глобальный и, может быть, геополитический разговор, и понятно, это связано и с вашими знаниями, и с вашим местом положения. Я вот все-таки должен обязательно это сказать, и я всегда в России об этом говорил, что вы там можете сколько угодно соревноваться с Белым Домом, стреляя в нас, но не забывайте, что вообще-то это наш дом, это наша страна, и опросы говорят, и я знаю просто гигантское количество людей из разных слоев украинского общества, которые здесь российских оккупантов не ждут. Понятно, что украинская армия, она окажет колоссальное сопротивление, то есть, если мы, вот когда я вас спрашивал и о вертолетах, и о комплексах Патриот, то есть, для нас в первую очередь нужно будет в случае чего помощь в обеспечении беспилотной зоны, чтобы российские ракеты не падали на украинские города, украинские мосты и так далее, чтобы вот эта вот история, которую моделирует на государственном телевидении товарищ Жириновский, что ни один русский солдат, российский солдат не погибнет, и они будут идти, а трупы украинцев будут слева и справа валяться, чтобы все было немножечко не так. И понятно, что будет не так, но вот по этим позициям у нас мы объективно проигрываем, потому что если это будет сухопутная операция, как сейчас, то в принципе силы, они если не равны, то потери будут соизмеримы, а это неприемлемо для российского государства. Я вот из того, что сегодня говорил Путин, вот так вот эмоционально, хочу вас спросить о следующем моменте. Путин же сократил подлетное время, вот вам, как специалисту, как ракетчику, он говорил о том, что ракеты будут теперь лететь не 6-7 минут, как он раньше считал из Украины, естественно, на Москву, мечта каждого украинца, это шутка, а теперь, соответственно, менее 5, потому что будет гиперзвук. И вопрос, ну, такой, наверное, с иронией, почему последнее время Владимир Путин отсчитывает вот эти временные отрезки, считает Махи, именно из Украины, из территории Украины, ведь ракетами, в принципе, с такой скоростью летящим, им все равно, что с Турции ты стартуешь, что из-под Вильнюса, из Эстонии, из-под Таллина, или из корабля, или из подводной лодки. В чем тут, это они обозначают, что вот, в принципе, то, что мы выдвинули вам претензии уходите до ГДР включительно, в принципе, ладно, пусть уже Германия будет объединенная, а вот вы, соответственно, а Украина наш. Это вот это? Ну, во-первых, я вам, как совет, скажу, что вообще эта болтовня подлетного времени это для дилетантов. Это время не имеет никакого значения. Я вам объясню. Вся современная стратегическая стабильность держится на концепции доктрине взаимного гарантированного уничтожения, которая заключается в том, что ни одной стороны нет возможности безнаказанно уничтожить другую. Всегда при любой атаке у второй стороны останется достаточно средств, чтобы нанести неприемлемый ущерб первый, то есть, скажем, например, уничтожить американские города. Эта доктрина была рождена в последние часы королевского кризиса, когда на Кеннеди было громадное давление военных с требованием уничтожить российский ракетный потенциал и вообще весь военно-промышленный потенциал России, но с соответствующим сопутствующим ущербом. Кеннеди играл с открытыми картами. Предательство советского разведчика Олега Пеньковского позволило американцам иметь абсолютно точную информацию о состоянии и количестве российских стратегических сил. И они видели, что американцы обладали громадным преимуществом количественным и они начисто уничтожали весь советский потенциал, всю промышленность, все, что в Советском Союзе переставало существовать. Но скорее всего, особенно учитывая то, что были ракеты на Кубе, в случае такого обмена удара одна-две ракеты могли упасть на территорию Соединенных Штатов. Ну, например, Нью-Йорк или Вашингтон. И вот Кеннеди на этом основании отказался от такого удара в последний момент, получив там письмо от Хрущева с неким компромиссом. Вот это грандхлина взаимного гарантия уничтожения через 10 лет была зафиксирована серия договоров между Никсоном и Брежневым. И она действует на сегодняшний день. Поэтому подлетное время, так называемое, которое болтает дилетант Путин, не имеет никакого значения. Если, скажем, какая-то ракета там, я не знаю, там, из Риги или из Украины уничтожит Москву через 5 минут или 6 минут, это не имеет никакого значения в концепции этого ответного удара. У Москвы останется достаточно средств, чтобы после этого уничтожить и Латвию, и Украину, и Соединенные Штаты, и что угодно. Поэтому все эти, да, поэтому это, как сказал Путин, вот, понимаете, Путин любил такую формулу до последнего времени, и в ней было достаточно реализма. Я ее процитирую точно, тут каждое слово. значит, они просто сдохнут, а мы в рай. Вот многие обвинялись, что это вот такой безумный экстремизм, нет, это реализм. Он сказал, когда он говорил, что они, то есть вы там украинцы, американцы, просто сдохнут, он же признавал, что он сам тоже сдохнет, не просто, но сдохнет. Не, он в рай, он в рай. Но в рай, прежде чем попасть в рай, надо сдохнуть. Я говорю, что он признавал концепцию взаимно гарантированного уничтожения. А сейчас, вот на тех же московских тусовках, я не знаю, пока вас не высылали, вы не успели это заметить, сейчас они говорят другое. Сейчас они говорят, у нашего фюрера есть чудо оружия. Это тот же, тот же дискусс, который был в бункере, в бункере у Гитлера в апреле 45-го года. Вот опасность в том, что я уже в качестве вот этих трех составных частей российского безумия я указал и веру, веру, веру Путина в том, что у него есть какая-то вот это гипероружие, которое может кого-то поразить не за 7 минут, а за 5 минут. Еще раз повторю, это абсолютно дилетантские разговоры, потому что разговор идет о сценарии взаимно гарантированного уничтожения. В этом смысле баллистическая ракета, запущенная с Тихоокеанского побережья из Соединенных Штатов, она долетит до Москвы в течение 60 минут. Но она также, ее тоже нельзя ничем не остановить, так же, как и ракету, летящую из-под Киева и Лилиги, и эти новые ракеты, и Махи, они не меняют ничего в стратегическом уровне. Просто какие-то жулики убедили его, что он же был, вот помните, когда он демонстрировал свои знаменитые мультики, но он был преисполнен величайшей гордостью, вот его завершающего, буквально всклик, вот не хотели меня слушать, послушайте теперь. Его же какие-то жулики убедили, что американцы отказались от договора ПРО, развернули систему ПРО, и теперь наши ракеты в обратном ударе не достигнут Соединенных Штатов. Американцы разрушили доктрину взаимного это не так. Как раз все, что они развернули, показало еще раз, что это невозможно противоракетная система обороны. Максимум, и они развернули ее на случай там сумасшедшего Ким Чан Ира, который, может быть, пошлет одну боеголовку. А его вся, вот весь российский потенциал, межконтинентальные ракеты, статистические боблеровщики, подводные лодки, они все были более чем достаточно были для преодоления этой системы. Какие-то жулики убедили его, что вот это так, мы теперь беззащитны, и нам нужно потратить громадные деньги вот еще на гиперзвуковое оружие. Гиперзвуковые ракеты, они быстрее, они могут менять свою траекторию, им легче приливать систему ПРО. И вот давайте потратим десятки миллиардов долларов на совершенно бессмысленную затею. Но он уверен, что он спаситель России, и он создал оружие, которое может преодолеть систему ПРО. У него было полно такого оружия и раньше. А может быть, теперь он поверил, что он-то может преодолевать систему ПРО, американцы не могут, не существующие, ну не знаю, какое там безумие, но он верит в какое-то безумное оружие. Вот возвращаясь, это такая коротенькая лекция, извините, была на вопрос, а почему он в Украине, да потому что военные преступления они будут совершать в Украине, на территории Украины, понимаете, они убили десятки тысяч жителей Сирии, целый город, Алеппо, просто так, упражняясь, он сам жаловался, что нам гораздо дешевле тестировать 147 систем нашего оружия, там запускаясь одна Каспийского моря, чем право, русское население абсолютно не колыхнулось, но когда вместо Алеппо будет Киев, все-таки какие-то вопросы русские люди будут задавать, вот в ответ на эти вопросы нужно изобразить страшного врага, который готовит залить нас с химическим новичком и засыпать нас ракетами с тремя минутами под лед. Да, вы знаете, вот как вы сказали, лексия и вот этот исторический аспект про, вы сказали, кубинский, карибский кризис, они же в России тоже начали использовать эту лексику, карибский кризис, только теперь по замыслу вот этой пропагандистской машины, точнее российских информационных войск, должен быть итог другой, то есть если тогда Советский Союз отполз соответственно до, обратно на Евразийский континент, то теперь это должна сделать Америка, которая вот грозит Украине. Ну пока Америка вместо ракетно-ядерного оружия забрасывает Украину некоторое количество этих самых дживелинов недостаточное, конечно. Вот. Это самый важный вопрос вы поставили, конечно, против воздушной обороны, но вот вы же видите, один из успехов Москвы, по крайней мере, паузу в этом снабжении удалось достичь. Но я думаю, эта пауза будет сломана в ближайшие дни как раз вот этим острейшим конфликтам и дискуссиями ведущимися в Вашингтоне. Я просто знаю это на моих глазах происходит об ответе на путинский мультим. Но вот недавно по-моему очень хороший проект ответа предложил Макфолк стать демократ из демократов ближайший соратник Обамы и Байдена вот ну вы знаете вот там из четырех пунктов российские войска выводятся из Молдовы Грузии Украины отменяется признание Абхазии Северной Осетии Крым возвращается вот я думаю что результирующий ответ американцев если не с первого выдоха Байдена Соливана то по результатам реакции будет именно таков и тогда сразу откроются вопросы по бесполетной зоне и по поставкам вооружения в Украину А вот технически вот учитывая что неоднократно и вы говорили и в принципе это наверное логично что помогут всем кроме живой силы то есть непосредственно солдат чтобы обеспечить эту беспилотную зону благодаря зенитно-ракетным комплексам США вообще вот какой временной лаг должен быть или запас времени чтобы а это доставить обучить персонал и так далее это вот тут же наверное вам вопрос как специалисту по ракетам я боюсь что они Москва начнет свою акцию до того как этот комплекс будет развернут в полной мере но война же война все равно не закончится в первые две недели а вот эта вот опция что ни одного американского солдата быть не может в Украине она это аксиома или она может тоже претерпеть изменений но она же тоже размыты они же есть сейчас это же имеется ввиду такие дивизии американские советники инструкторы ЧВК эти же люди частично есть но если будет развертываться патриот конечно специалисты никогда не будет боевых дивизий ведущих боевые действия с российской армией но это не потому что американские президенты такие плохие им просто это невозможно будет американскому президенту объяснить и своим избирателям или гражданам это этот Вьетнам это была последняя последняя история американцы проиграли выражены были уйти из Вьетнама потому что потому что призывной армия не может существовать в постиндустриальном обществе это был такой последний такой нонсенс призывная армия в постиндустриальном обществе но вот той поддержки максимальной технической поддержки и адских экономических и политических мер я думаю будет вполне достаточно для для того чтобы российская агрессия не достигла своих целей но она и так не может она предположим самый худший вариант вот это кстати один урок один урок в Москве этот урок поняли но прежде всего военные им удалось объяснить гражданского руководства ну вот вопрос очень простой а вот в Чехословакию вошли в 68 году и вот добились чего хотели ну во первых в 68 году президент Свобода отдал приказ Чехословакии не оказывать ни в коем случае никакого сопротивления а потом там же громадное громадное остался коммунистический аппарат который противников реформ Дубчика который взял на себя задачу управления Украиной а вот ну в Москве наверное тоже задумано ну вошли во все украинские города поставили дальше ну Медведчука с Рабиновичем ведь не хватит на управление всей Украиной ну в каждый город надо ставить там какого-то мэра я уже говорил это НКВД кто-то должен это невозможная задача это я надеюсь Андрей Андреевич и вы знаете я находясь в Москве неоднократно слышал в различных под различными там сформулировками они говорили о том что нужно бороться и внимание уничтожить украинскую политическую самоидентификацию то есть по сути это говорит о геноциде я вот не просто так слово Голодомор сказал то есть по-другому эта территория она всегда будет враждебной она всегда будет сопротивляться она всегда будет забирать силы и энергию Москвы и будут ну это проходило с 45 до 53 это же проходило это же война была самая настоящая краина продолжала оказывать сопротивление да это наверное вот важно может почти почти в абсолютно безнадежной ситуации мы с вами неплохо говорим на русском языке и в данном случае это хорошо просто хотелось бы этим ребятам которые принимают решение в Москве вот эту историю напомнить а то там все эти Патрушевы и Бортниковы любят использовать этот вот бандиты вот та лексика которая использовалась по отношению к бойцам УПА она кстати сейчас применима ко всей украинской армии Андрей Андреевич мы с вами целый час в эфире если позволите если вы не устали и есть у вас желание я хочу еще задать вам один вопрос не в военно-политических всех делах хотя понятно это все связано сегодня же произошло такое занимательное событие неожиданно для всех остановился газопровод Ямал-Европа то есть Александр Григорьевич Лукашенко обещал что будете нас давить давить мы его перекроем нахрен и вот случайно ли это произошло то есть газопровод этот закрыт то есть понятно что они хотят Северный поток-2 и тут возникает у меня такая мысль что хочется к Ангеле Меркеле обратиться и сказать ну что ты бабушка всея Европы ты этого хотела ты хотела чтобы они играли на газопроводах как на рояле для того чтобы объяснить вам что газ из России это оружие когда вы разрушили вот эту систему на которой держалась во многом европейская безопасность вопрос у меня такой дрогнет ли Европа под вот таким вот газовым шантажом или все-таки найдутся ресурсы новые источники и газовую трубу которая достигла уже немецкого берега обрубят развернут заварят я думаю что она не будет функционировать ну кстати вот это сегодняшнее решение по да 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 вот и Дмитрий Песков наментировал ну я думаю что опять же они издевательски все делают по правилам видимо те поставки которые на которые заключены договора в истекающем двадцать первом году они выполнили уже ну и могут как-то то есть формально они наверное если это будет продолжаться несколько месяцев или другую но формально сегодняшняя акция еще не нарушает никаких правил лишь намекает возможность дальнейшего дальнейшего холодомора в Европе мне кажется что да он не будет никакого серого потока ну во-первых вот очень важное произошло все-таки сопротивление демократов было сломлено такого байденовского крыла саливановского 13 января сенат примет обязательную для президента резолюцию возвращение санкций против серого потока ну и позиция немецкого правительства становится все более жесткой но опять же они сами себе землю роют не только вот этими фокусами с газопроводом но вот все то отношение к Европе которое они демонстрируют наглейшим образом все прошедшие дни ну они как-то активизируют последние ресурсы своего человеческого достоинства которые есть у европейских политиков я думаю что это 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 неизбежно вот я бы поставил любые деньги на то что ни одного там куба сантиметра газа по серому потоку не пройдет Андрей Андреевич я тогда предлагаю заключить с вами пари потому что я неоднократно в своих публичных выступлениях говорил о том что они в любом случае его запустят не при этом правительстве так при следующем выбирайте предмет пари ну я выставляю бутылку коньяка закарпатского тиса в красивой упаковке из дубовой бочки если в части предмета противоречия нет то тогда считайте что мы его заключили и тогда срок надо обозначить это год ну полгода почему я думаю через полгода выяснится ну потому что примерный срок там ну сейчас речь идет о том оптимисты московские хотят открыть его в июне но если он не будет открыт в июне он и никогда не будет у меня 30 июня день рождения вы мне эту бутылку подарите на день рождения договорились возможно я вам ее привезу лично если так карты сложатся я знаете вот в части газа вот хотел услышать ваше мнение совсем недавно на прошлой неделе Газпорум опубликовал такое коротенькое сообщение которое казалось бы ну не имеет особого смысла под собой в частности они написали что все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину они в этом 2000 уходящем 2021 уходящем году уже выполнили ну вот то о чем я вам говорил да казалось бы ну выполнили да и выполнили но по-моему смысл этого сообщения был следующий эй дорогие укры дикие которые почему-то не хотят быть русскими имейте ввиду что мы можем останавливать транзит уже прямо сейчас а если мы его остановим то вы пока развернете газотранспортную систему в реверсном положении как сейчас кстати Польша получает газ из Германии этот газопровод они запустили в реверсе и зная что у вас не так много запасов и зная территорию Украины что надо обеспечить газом соответственно на условный Харьков у вас могут быть большие проблемы как вы считаете я правильно прочитал сигнал газпрома ну то есть кремля совершенно верно но и он очевиден было бы очень странно если бы они это не сделали но пока же не сделали вот у нас тут похолодали я даже шутил о том что погода против нас зимой мороз да в Украине нет но они сегодня они намекнули этим тропопроводом который идет через Белоруссию то же самое можно сделать и с вашим наследующим главное что они вот это их философия мы все делаем по правилам нашим немецким коллегам нам не в чему прыгнуть нас не в чему прыгнуть то есть и формально так оно и есть или тут да именно так я просто если вы позволите в завершение просто зацитирую слова Пескова который вот как раз у него позиция всегда такая интересная он играет роль доброго полицейского и вот он говорит нет нет то есть обычно все его ответы на любой вопрос касающийся войны или газовый или конвенциональный он начинается со слов нет 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 ну и в данном случае это абсолютно коммерческая ситуация о конкретных причинах нужно задавать вопрос с Газпрома о том почему остановлены поставки газа по Ямал и Европу через Беларусь так что у него у него интонация и мимика такая успокаивающая да добрые следователи они самые опасные Андрей Андреевич значит я сейчас по завершению нашей программы ставлю себе напоминание на 30 июня так и напишу коньяк США мало ли чтобы не забыть а слово нас надо держать мы же как говорил Владимир Владимирович вы что не русские? нет мы не русские мы украинцы я вас благодарю за беседу надеюсь что такой формат вам был тоже интересен и если будет у вас желание давайте попробуем его сделать регулярным спасибо большое за ваше время и за ваши мысли спасибо вам Роман с удовольствием продолжим наш диалог да